Добра тебе, зритель, ты смотришь Режиссёрские будни. Это небольшой выпуск, который не смог стать полноценным для проекта Зов приключений, но острое желание поделиться пережитым опытом у меня всё равно есть, так что погнали. В предварительных работах по подготовке съёмок я посетил посёлок Ильтон. А в рамках разведоперации на вопрос проходимости местных дорог я посетил санаторий. И там, благодаря замечательному парню по имени Роман, увидишь его на ресепшене, обязательно улыбнись, я нахватил вне очереди ожидания велосипед. А я сейчас, хе-хе, ты не поверишь, в Ильтоне решил взять велик и на этом велике прокатиться. Вот, что-то еду-еду, думаю, ё-моё, у меня ведь уже сейчас какое-то приключение очередное. Моя задача была доехать до посёлка Приозёрного и по ближним к озеру путям добраться до смотровой площадки. В ходе разведывательной операции на Ильтон выяснилось, что, конечно, брать велик в прокат для того, чтобы выяснять, в какие места мы поедем, снимать выпуск этого дня, когда вы не видали ранее. Это лучше делать, конечно же, на спортивном велосипеде, потому что на Баклавиловом велосипеде мне, походу, отвалятся ноги. А ничего, я сам хотел. Дельтон, меня чури. Ну вот увидеть здесь голубей... Да, правильно, голубей, лебедей, конечно. В дикой природе от такого мне ещё никогда не доводилось. А спонсор моего незакрытого гештальта на сегодня – посёлок Приозёрный. При каком озере находится посёлок? При вот этом. И я на него посмотрю. Можно и назад. Такую картину тоже можно увидеть часто на роликах про Эльтон. А вот они, живые лошадки-конюшки. Хотел доехать на смотровую площадку, а здесь через реку не проехать. Досадно, да и только. А я, тем временем, не побывавший на смотровой площадке, возвращаюсь обратно в посёлок, чтобы уже через неделю вернуться сюда и наработаться в сласть. Спасибо за внимание. Жди выпуск «Зов приключений» Эльтон. Береги себя. Пока. Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...